Поклонники белогвардейщины и монархии Любят ныть по поводу гражданской войны, которая последовала за Октябрьской революцией Ту войну они непременно норовят назвать братоубийственной Дескать, стравили подлые большевики части одного народа И заставили соотечественников убивать друг друга Давайте сегодня поговорим о лицемерии этого тезиса Начнем издалека Не секрет, что многие европейские монархи состояли в близком родстве Королеву Великобритании Викторию недаром называли бабушкой всей Европы Английский король Георг V и кайзер Вильгельм были ее внуками И приходились друг другу двоюродными братьями Их кузиной была другая внучка королевы Виктории Алиса Принцесса Гессендармштадтская, ставшая женой последнего российского императора Нам она также известна под именем Александры Федоровны В свою очередь Георг V и Николай II тоже были кузенами Их матери, датские принцессы Александра и Дагмара, являлись родными сестрами Кузены Джорджи, Ники и Вилли встречались, дружили, писали друг другу трогательные письма Они даже имели чины в братских армиях Но родственные связи не удержали августейших особ от развязывания мировой бойни В интересах правящих классов своих стран Личные дружеские отношения не заставили их любой ценой остановить надвигавшуюся катастрофу Их величество не предотвратили кровопролитие Не спасли своих подданных от бедствий и лишений войны Миллионы людей погибли Десятки миллионов получили ранения и увечья Человечество увидело разрушенные города, голод и эпидемии Впервые в истории было применено химическое оружие Империалистская война – война величайших и богатейших банковых фирм Англия и Германия – из-за господства над миром Из-за дележа добычи, из-за ограбления малых и слабых народов Эта ужасная и преступная война разорила все страны Измучила все народы Писал в декабре 1917 года Ленин Война трех кузенов – одно из названий, с которым Первая мировая вошла в историю Но что-то никто не спешит осудить ее как подлую и братоубийственную Интересы крупного капитала превыше всего Отправлять на бойню своих собратьев по роду человеческому ради грабежа, ради передела рынков и сфер влияния – это нормально Чего уж там, дело-то житейское А когда большая часть народа, защищая пролетарскую революцию, уничтожает восставших против нее помещиков и капиталистов И всех, кого они привлекли на свою сторону – в том числе силой и обманом – это немыслимое зверство Белые прикрывались лозунгами о спасении России, сохранении культуры, веры и устоев А на деле через насилие хотели вернуть коллективному российскому барину его священное право эксплуатировать рабочих и крестьян Чтобы и дальше жить, припевающий на горбу трудового народа И так белогвардейские живодеры усердствовали, возвращая в Россию эксплуататорские порядки Что сами своей жестокостью подтолкнули народные массы к большевикам Ленин отмечал Крестьяне, сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются влиянию коммунизма Потому что менее всего его наблюдают Получили такой урок от Колчака Такое практическое сравнение А крестьяне любят сравнения практические Что мы можем сказать? Колчак дал нам миллионы сторонников советской власти в самых отдаленных от промышленных центров районах Где нам трудно было бы их завоевать Коммунисты прямо и честно говорят, что все войны являются частью классовой борьбы Войны при капитализме – это способ разрешения противоречий между разными группами капитала Или попытка эксплуататоров силовым путем вернуть себе власть, утраченную в ходе революции Сколько ни болтай о братстве С момента возникновения частной собственности она разделяла людей Сначала разделила первобытную общину Появились рабство и первые рабовладельческие государства Как братья-рабовладельцы обращались с братьями-рабами, рассказывать, наверное, не нужно Потом братья-феодалы веками измывались над братьями крепостными И, кстати, благородным господам, королям, князьям, герцогам и баронам Родственные связи и семейные узы нисколько не мешали убивать друг друга в своих междоусобных разборках Капитализм вышел на новый уровень уничтожения людей Он вообще способен прервать существование нашего биологического вида Покончить с долгой историей воин можно лишь одним способом Необходимо обобществить средства производства и построить бесклассовое коммунистическое общество Сколько не лей крокодиловы слезы по поводу братоубийственных войн, правды это не изменит Все войны на Земле имеют классовую природу И прекратятся только с уничтожением классов и частной собственности на средства производства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok